Опа! Она реально есть хочет. Сейчас тебя покормим. Красотка. Всем привет! И поехали с нами в чудесный город Нячанг за едой. Идем в буфет. 10 баксов за все. О! Банми. Идем уже минут 15, наверное. Пришли. Короче, минут 15. Акаш в отеле. Сходи. Вот он. И это самый недорогой буфет Нячанги, где все включено. Даже пиво и соки. Здесь людей полно. Открывается полпятого. И стоит такое удовольствие всего 750 рублей. Вот так я ела, ела. Это жареная. Мы садимся там. С видом на дорогу. Сейчас я дальше покажу вам, что здесь есть. Невозможно равнодушно снимать такое огромное количество еды. Разнообразной, аппетитной и только что приготовленной. Здесь вроде готово. Купер. Хеллоу. Все жарятся, марятся. Ребята здороваются, говорят привет. Это, повторюсь, самый недорогой буфет Нячанги. Здесь едят местные. И через час после открытия свободных мест уже не найти. Кроме барбекю, на столе есть хот-под, где можно самим приготовить еду. Из морепродуктов, устрицы, разнообразные ракушки, улитки, королевские креветки, крокодилы, лягушки, рыбы и, конечно, мясо, свининные птицы и много-много другой еды. Всего не перечислить. Да и не всегда понятно, что лежит на тарелках. Ты что набираешь, креветки? Я уже заплатила. Ну, понятно. Ладно, открою. И здесь открою, не поленюсь. Все, пошла я сама набирать. За пять минут набрали на большой столе. У меня здесь картошка фри, это перепел, устрицы, видно, и кусочек крокодила. Вернее, два кусочка крокодила, разнообразные ракушки. Вот они. Это Рита взяла. И готовим на две сырые морепродукты. Я не снимала. Дубль два. Я, как всегда, не снимала. Опять здороваемся с нашими друзьями. Еще раз. Привет! Привет! Объели с устрицами. Теперь решила сама пожарить на огне три креветки. Такие они. Большие и достаточно. На ночь глядя, уже съели все, что можно было съесть. Показываю остатки. Пиво, по-моему, третий бокал. Ну, бру, конечно, я даже не пила. В общем, мои пожаренные креветки, устрицы. И вот это вот куриная лапка. Ну, я откусила просто, попробовала. Вечером на улице Кмичанга появляется вот такая вкусная еда. И посмотрите, цены. Всего 15 тысяч тонн. За такие шашлычки вкусные. Ты мешаешься, Амары, Кмичанги. Пройти мимо невозможно. Но покупать такое наверняка нельзя. Переходим дорогу. Никто нам не мешает. Эта машина тоже не мешает. Не знаю, везде шум. Это вечер пятится. Это, конечно, не лобстер. Он с клешнями, а лангуст. Но многие во Вьетнаме обзывают его так. Выбираю лобстер на улице. Вот так это все делается. Я даже не знаю, как он свежий, не свежий. Но зато прямее его пожарят. Здесь еще готовые, но я их не советую. Потому что непонятно, когда они приготовлены. Вот такая прекрасная тетушка это делает. С семьями, наверное, бизнес. Ух ты! Его полили соусом томатным. Сейчас будет добавлять специи. Все, забираем. Месяц. Все. Опа, спасибо. Пришли на балкон с лобстером. Рита, снимай. Все, разворачиваем его. Готовили, ну не знаю, 10-15. Палец попал, вы верьте, в случае. Не важно, ладно. Все. Ты так будешь снимать, с этого ракурса. Далее соус. Какой запах. Та-да-да-там. Ой, 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 резинка попала. Вот. Ресторанчик. Вторая линия. Заказали устрицы. Я сырые. Рита с яичницей. Цена 115. А яичница с усницами. 120. Кошечка. Милая, прекрасная кошечка. В жару спряталась. Под байкой. А здесь есть морепродукты еще. Кафе, как называется, не знаю. Промышленный пиво Сайбон. Горите, напиток. Здесь все чисто, убирают. Никого нет. Но ценник чуть дороже. На второй или на третьей линии еда дороже. Но не намного. Сейчас покажу название. Привезли свежих крабов. Прямо с рыбалки. Крабов. Ракушки. Еще больше ракушки. Улитка Хонг. Сейчас я ее вытащу. Она не только красивая, но и вкусная. Опа. Это жареные лакушки. Но завтрак. Доехала на велике до северной части Ничанка. Ну, не совсем доехала. Посередине села. Вот. Вот как это все выглядит. Здесь пустынно. Никого нет. Можно спокойно загорать тикарями в этом месте. Насчет великов могу сказать. Вот арендовать надо простые. Навороченные. И все не работают. Скорости у них не переключаются. Короче. Ребята на пляже играют в шашки. Так же, как мы. Только у них другие вьетнамские шашки. Ну, поехали. Гоу-гоу. Короче, собака осталась. Хозяин уехал. Можно? Значит, нельзя. Ничего страшного. Сегодня сделала рекорд от отеля Панорама. На вот этом велике за 25 минут доехала до начала моста. Кто сможет попить мой рекорд? Все, всем пока-пока. Ох, жарко. И ехала очень быстро. Просто без локации. Показываю видео в Банми. Меню. Цены на Банми везде одинаковые. Около 100-150 рублей. Банми – это аппетитные хрустящие булочки с разнообразными начинками. Мангустина 130. Ой, как пахнет. Показываю. Внутри. Вот такая пышка. Вот. У нас два столика. И еще есть турян-хоток. Грин-пресс. Ах, я думала, что это печка. Здесь есть еще второй этаж, оказывается. Нам предложили пройти туда. Ой. Нам несут заказ. Ценьги. Включили нам консионер. Ах, прохладно как. Вот наша вкуснятина. Всего очень много за 40 тысяч тонн. Вот эта фотография благодарна покупателям этой капюшки. О. Здесь еще мерчендайзер занимается. Показывается, что хотят поделить. А так, что есть вход на второй этаж. О. О, блядь. Вот такая обстановка в сентябре на пляже. Сейчас покажу море. Какое прозрачное море. Вот. Бычки на пляже. Это нормально. Здесь, здесь. Но зато вид на горы, на море есть. Завтра мы едем в Далат на экскурсию. Брусили, Далматина, красавца на пляже. Брусили, Далматина, красавца на пляже. Здесь готовят вкуснейшие коктейли. Банми. Но почему-то два дня уже девушка не приходит в семейный бизнес. Вот стоит их тележка. Советую. Если вы приедете сюда, в этот переулочек, здесь отель Денью, наш отель в Прайм. Еще там куча Дубая, по-моему, отель. В общем, покупайте банми. Для меня делают личные балмы. Поджаривают доншку. Поджаривают мясо. Капуста, огурчик. Еще одна банмишница. Вот просто я хотела сказать, отходит чуть дальше от центра. И бутылочка воды уже стоит 5000 долларов. Просто попался по пути очень красивая банмишница. Тут кипят какие-то макаронки. Не знаю, что готовится. Запах вкусный. Очень аппетитно. И еще одна крутая банмишница. Тоже много всяко-всячина. Посмотрите. В Банни-Банн всегда огромная очередь. Сейчас мы пришли вечером. Тоже очередь. Все сидят. Сейчас покажу муни, какое. Опа. На русском, на вьетнамском. Мы едим уже тут пятый или шестой раз. Я уже не помню. Очень вкусно, очень быстро. Готовим. Едим вкусняшки в Нейчанге. Яйца, яйца перепелиные, креветка, морепродукты. И все это готовится в чашечку. За 500 рублей шесть огромных креветок, запеченных в яйце. Одно яйцо перепелиное в курином. Потом вот такой соус дали. Вот это вот я пробовала, я даже не поняла, что. Вот это тоже что-то острое. И еще и воду, как комплимент. Вот. Ну и салфетку. Мы попали под дождь. Рита заказала только кофе. 135 рублей на российские деньги. И нам почему-то в виде комплимента принесли два чая. Попали под дождик. Зато сейчас Рита попьет кофе. Кофе сколько стоит? Ну я взяла, кстати, прикольный, дру. Тут за 36 взяла. Белый кофе с какао. Где-то 130 рублей. Людям отдыхаем, не дошли до пляжа. Мы хотели поклавать сегодня, да? А я пью всюду. Это единственная вода с газом, которую я нашла в Ничанге. 10 тысяч. 40 рублей. Так начинается утро в Ничанге. Конечно, я проспала немного на целый час. Сейчас без 15,6. Здесь без 15,5. Здесь собираются вьетнамцы. Их очень много. Делают зарядку. Делают зарядку. Делают зарядку. Делают зарядку. Продолжение следует...